всем приветики букетики ребят у нас в гостях я сперва представлюсь 8 пожалуйста я хотел как раз до сказать что пора пора сделать это сейчас пора про это сделать можно тебя скользит давай хорошо саша красновицкий сиджи артист и студии мрп только который monkey рэйв продакшн пожалуйста не путайте с моей народ пост в гостях у нас костика валенко из студии а л.м. которая в сингапуре и ведущий 8 игорь эйд который фрилайфер живет как ему душа подскажет не работает ни в какой студии да спасибо за дурацкое представление я сиджи артист сиджи супервайзер и в последний год я в титрах как в fx продюсер еще появляюсь а ну вот так тебя и представлю в следующий раз просто не знаю как это представлять ты талантлив во всем знаешь спасибо костя ты дженералист в л.м. да как в общем все до такой жизни всем привет да сеньор дженералист сиджи в л.м. сам не знаю как это произошло до сих пор я ловлю себя на мысли что я работаю в л.м. и это немыслимо для меня то что самого детства это было получается наверное или одна из самых популярных или наверное самая популярная студия вот из 90-х когда мы услышали про графика просиджи это были разные фильмы кажется в титанике они тоже участвовали ну star wars само собой и услышали как одну из первых ксиджи компании у меня брат он на 7 лет старше естественно он об этом больше узнала начал мне прививать это все и естественно мы на уже в тот момент что это а это это просто божественно это как и не знаю ну как google как apple вот эти все гигантские компании и по сей день примерно так же и думал по так как у меня получается уже очень много друзей знакомых накопилось из разных студий совершенно разных там эти же rodeo pixamonda double negative mpc везде 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 есть друзья знакомые даже в активе жена game d в студии и ни одного vilem то есть это я не знаю просто одновевает мысль то что туда попасть наверное сложно раз почему-то никого там нет знакомых и когда я пытаюсь вспомнить извини что перебиваю что у меня на самом деле за из айл м знакомых вот ты и все по ходу потому что типа ведь и есть знакомые везде есть знакомые если подумать так а вот влм то же самое да это странно нас в этом сезоне была саша сазанович она компостник артист из айл м да да я смотрел смотрел все что она сказала все так забавно ты сказал право первые студии графики который как а который узнал и который вдохновлялся я начал вспоминать а какая эта студия для меня и я какие-то возможно видел брейкдауны или еще что-то но вот у меня яркое пятно как я увидел один из первых брейкдаун студии main road post там был то ли сталинград то ли метро то ли еще что-то такое я тогда понял что это российская студия я пошел гуглить я зашел к ним на сайт а там на сайте были какие-то видимо фоточки из студии со съемок я такой вау вот это романтика вот это крутые ребята я сам еще даже не близко к этому был как казалось но это когда же было а вот когда эти фильмы вышли когда вышел сталинград когда вышел метро что что раньше вышло метро в 12 вышла или в 13 я кстати помню да сталинград меня он тоже впечатлил очень сильно то мне почему-то кажется что я это видел в ижевске но в 12 я уже точно был не в ижевске да сталинград 13 года странно я думал я а метро много раньше ну значит я это может не первое что я увидел но первое впечатление от какой-то российской студии это был определенно main road post я прям помню как я зашел на сайт и видел фотки ребят и это было очень круто я конечно тогда сильно проник слушайте а main road они же но они не сильно старые да сколько лет 15 лет 15 вот я угадал да потому что я тоже от них почти на старте узнал меня также впечатлили хороший студия много крутых специалистов и метро тринадцатого года да у меня подмена вообще какая-то произошла в голове мне казалось что это пораньше все видел у меня если так пробовать вспоминать я даже не помню что это было у меня любовь к л.м. появилась от звездных войн потому что такое типа о ебать звездные войны но мне просто не очень нравились когда в универе учился и до универа вот и потом такой когда уже начал учиться в универе и как-то что-то в графике делать появилась такая такой пунктик типа блин вот все я такой быть ищи даже звездных войн добыть и вот было три новых эпизода и не в одном но сериалы сейчас выпускают так что я думаю когда-нибудь может быть еще есть шанс самое смешное что звездные войны мне никогда не нравились ну не то чтобы прям не любил как-то равнодушно не был фанатом я больше фанат скорее марвел почти до последних серий марвел и за сейчас они как-то немножко начали портиться в этом плане но я просто начал свой путь когда я прям как сейчас помню мне было 6 лет у нас была книжечка такая тоненькая от стена ли как рисовать комиксы в стиле марвел их две части я видел да я видел их мне было 6 лет я по ней и она меня так впечатлила я начал по ней рисовать учиться человека-паука первого моего персонажа вообще были в жизни круто соответственно стэн ли для меня он такой прям герой можно сказать а ты а ты сказал в начале что твой брат тебе рассказал про лм он тоже графикой занимается да да он в индии сейчас живет и делает и графику для как эти кинотеатры на 180 градусов таки как панорамный как называется бывание то есть он в не все джи-сиджи которую мы понимаем или почему в графике он де он персонаж не он очень крутой художник он мы немножко в разных областях он персонаж не художник он офигенно придумает персонажей работает сейчас блендере в связке что он там unity сейчас изучает то есть такие более как бы это даже не кино более картон вот персонаж на вот что-то такое мультики временем попроще я готов вам зачитать топ худших фильмов марвел я даже не все из них смотрел мне кажется но какие-то смотрел хотите зачитаю так десятое место первый мститель 2011 год я смотрел мне он не показался плохим но это было не соглашусь очень давно девято я все жду когда будет человек муравей первый я ставлю давайте пока я не дочитал какой ваш топ самый плохой один фильм марвел и мы сравним кто где для меня это первый человек муравей муравей мне нормально мне понравился муравей потому что рой с 1 я прям ушел от того как было скучно из кинотеатра мне в ней 1 2 вкатил потому что это мне понравилась идея вот про микро мир принципе сама по себе то есть мы показали все такое маленькая с блюром с дофом и все такое во втором конечно еще круче когда в квантовой они мир попадают вот второй концепт был я просто мне я оттуда скриншоты понаделал когда показывали как как же этот когда композер этот жучок маленький я забыл как у нас который просто не знаю всех пережит он даже в космосе может выжить там он как раз летает на переднем плане в квантовом мире и я я делал просто короткометражку с немцами про вот эту тварь я забыл как она называется и поэтому мне надо было там и а в этом фильме и так хорошо показать так качественно были офигел чок муравей окей окей землячий твой фильм черно-пантера видим первое лифт новая любая я я первый начал смотреть я даже я выключил в первые 15 минут ничего себе мне она прям понравилось но не то что я у меня странное ощущение потому что я не могу сказать какой фильм из marvel плохой потому что я знаю чего от них ожидать и они все хорошие но в том смысле что это же не какой-то кино которое ты ты чего-то от него ждешь сверхъестественного ты хочешь от него чтобы на тебя развлекала два часа это любой фильм marvel смотришь он в чем-то тебя будет развлекать показывать охуеть красиво да да это как я называю а их фильм аттракцион ну да 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 вот абсолютно и у меня нет такого что и потом ой вот этот фильм говно и я буду спорить доказывать что он говно может быть но все равно есть второй тор а есть черная вдова условно я не смотрел в черную вдову может быть черная вдова плохая ладно какой худший из тех что ты смотрел блин да ну наверно какой-нибудь старьё вообще знаешь и халки первые какие-нибудь так все все назвали своих фаворитов идем по рейтингу десятое место первый мститель 2011 год девятое место мстители эра альтрона 15 год я даже не помню что там восьмое место невероятный халл 2008 год подожди-ка а почему эра альтрона плохое кино то что я я вообще не понял тоже этого принципа я вообще я в свои в своем экспириенсе убедился уже что народ вот эта масса которая оценивает какие-то фильмы ты смотришь рейтинги они могут быть низкий но тебе он может зайти я уже давно не верю эти там рецензии там что-то читаешь оценки да есть много списков много рейтингов лучших их лучших фильмов marvel наверное просто открыл какой-то какой-то наугад потому что я с ним тоже не согласен поэтому да топ-3 скажи и все шанчи легенда десяти колец я не смотрел крутой крутой мне вка очень сильно вкатил очень я на работе слышал что обсуждали что очень хорошее кино только типа marvel marvel хорош капитан marvel 2019 год и не помню вечный 2021 год не смотрел вечные ну да так как то так не сильно зашло я не смотрел ничего из топ-3 так что не могу так что возможно да блин я пытался найти фильм который по меня убедил в жизни не читать рецензии как же он назывался что-то джон блин там короче про чувака который попал в пустыне что-то с каким-то большими монстрами дрался там джуманджи нет он очень похож на этого на принца персии чем-то даже по одежке по времени джон картер да да джон карта да сейчас загуглю джон картер да он самый он в рейтинге провалился я когда посмотрел я офигел как он мне понравился с этого момента я перестал читать он же старый достаточно да ну я на тот момент просто я читал рецензии когда он только вышел в нас смотрел не помню ничего толком что-то было ну ладно и раз ты фанат звездных войн какие для тебя лучшие звездные войны я просто в прошлом выпуске как раз говорил что для меня это изгой 1 для меня сейчас вот вот прям самый самый крутой фильм по вселенной звездной войны а ты не любил звездные войны я понял ты не любил ты меня спрашиваешь да 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 я думал я думал ты сашу спрашиваешь мы уже обсудили тогда хорошо если ты захочешь вдруг дать звездный войнам шанс вот я советую изгой 1 это спин-офф это какая приду на сколько частей назад это спин-офф это спин-офф между до их сейчас сколько их там штук девять один я имею ввиду всех вообще звездных войнов получается частей трилогий 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 три но еще вот в последней трилогии есть три спин-оффа или 22 про солода еще хан солода из к 1 и что-то еще было ну я не помню вот ну в общем всего выходит 11 или 12 фильмов больших качестве даже ты путаешься вот сколько там их всего для меня это капец на 33 трилогии то есть девять фильмов я давно перестал быть фанатом ну чтобы так говорить что без этим следил потому что вот там например на работе ребята в московской студии которые остались там арман миша они все смотрели звездных войн вот эти все андоры все мандалорцы что там еще было и забыл вот они все эти смотрели они прям шарят в этом а я как-то для меня вот там не знаю новая трилогия уже достаточно не очень круто но в плане именно вот каноничных звездных войн вот но последние фильмы прикольный просто как фильм но такого чтобы там помнить чё когда выходило я как-то я даже режиссеров не знаю кто там там джей джей абрамс что-то снимал не но это да это прям надо быть таким фанатом чтобы режиссер узнать ну да я мандалорца смотрел джордж лукас мне понравился что там а это не надо это боба фета вот этот самый этот оби-ван в котором я месяц успел поработать боба фету я посмотрел мне брат посоветовал сказал прикольно потому что мандалорец мне зашел ну и боба фета зашел так ну окей прикольно оби-ван посмотрел принципе тоже прикольно я посмотрел ради того чтобы свои шо ты там увидеть и чё еще чё там еще были андора вот андора мне сейчас советуют один знакомый может быть гляну да ну вот да то есть такое из сериалов я ничего целиком не посмотрел к сожалению но может быть когда-нибудь посмотрю не мандалорец классный верой оба оба они прям классно я прям второй начал смотреть мне стало даже хуже чем неинтересно и я выключил не знаю как это работает но мне показалось это затянуто и сюжетно неинтересно картинка красивая сюжетно вообще показалось не интересная я просто в основном на картинку смотрел зачастую картинка такая поэтому я вообще не вообще непонятного сайт так так нельзя нет то надо что там в блю-рей вообще качать все фильмы все сериалы я частенько так делаю но в этом есть и минус когда качаю блю-рей какой-то фильм я столько косяков вижу сразу на графике очень много очень реально я в шоке вообще в кинотеатре столько не видишь то что монитор уже все равно по пиксельным более четко показывать чем кинотеатр и контраста больше кинотеатр это прожектор он пока он светит он теряет много света в этом какие самые грубые косяки ты замечал на на блю-рей в каком фильме я просто буквально сегодня со своим тутером по-английскому мы с ним что-то обсуждали краска сики фильмах что-то я вспоминал с ним блин только что в начале диалога я помнил что я хотел сказать а мы с ним обсуждали спилы в в первом эпизоде звездных воин вот который нулевых годов там прям такой себе как будто бы у меня в воспоминаниях я пересматривал несколько лет назад у меня в воспоминаниях там зеленые спилы есть и ну там в целом он не славится хорошей графикой понятно делал оно и логично в каком году то это было пепе ты между первые три первые три да они позже которые были четвертый пятый шестой восьмидесятых а вот нулевые года то есть вторая трилогия ну что ж ну как бы уж можно как-то на вскидку это взять я помню очень часто попадаются какие-то мелкие недочеты например с масками то есть маски где-то они перекрываются теряются понятно что где-то зеленка читается но так как предыдущие пять лет я работал как в fx артисты в основном у меня были задачи вода сплэш и океан ночь субмарины корабли я очень много пересматривал сцен и референсов с водой и соответственно фильмов у меня один из такой показательный идеальный фильм был от диснея это finest hours не помню каком на на русском и даже я даже сюда сюжет не знаю там главный герой из стар трека вот этот главный чувак стар трека тоже не знаю его имени он там главным играл и добрались киноманы в общем там очень много сцен водных сцен дофига просто почти весь фильм все ночные везде сплэши все очень качественно сделано но когда я скачал ну blu-ray в 4к формате конечно я вижу что вот эта симуляция где-то она там где-то фликает где-то партикла не прям видно что это точки они прям жирные где-то местами где-то шейдера на них не те то есть я уже вижу все эти нюансы и соответственно пять лет проработав с водой я и до сих пор все эти косяки вижу когда вижу воду в любом из фильмов мне она не нравится нигде вообще это одно из самых сложных пассифик рим должен нравится я тоже скачал мне как референсы есть и там тоже косяков куча но я так понял в принципе что вода она по сложности такая же пока что сложная недостижимая как и анимация человека потому что мы это видим глазом мы это считываем для людей которые этим занимают это очень сложно типа для обычного зрителя я думаю вообще похер он этого не заметит но если это прям не косяк-косяк вот так для человека который этим занимается туда то есть даже я там не то чтобы я вот пробовал симулить воду для одного что-то и там ничего сложного там просто типа достаточно крупный план плывет кораблик но пожарный пожарный катер я его начал до переезда делать еще и ну и так как вот час месяц назад переехал оставил его там и ребята его переделали заново потому что я там первый раз ты делал кучу говна наделал каких-то косяков и всего такого но это даже там смотрев на это там несколько сотен раз я понимаю что блять как это сложно когда еще просто куча параметров которые ты такой это нереальный я поэтому ушел от этого это сработает там объясни мне тогда пожалуйста если такое что вот у тебя есть задача и ты понимаешь сто процентов какой параметр нужно повернуть чтобы это изменить потому что для меня это выглядит как это такой что-нибудь накрутишь чем там столько взаимосвязей просто что ты такой сто процентов что-то забудешь всегда самое смешное даже если ты с теми же самыми параметрами просто пересимулишь у тебя будет другая симуляция каждый раз она разная в этом проблема основная и да меня бесило в быть в фиксом никакого творчества абсолютно никакого творчества ты просто дернул пару параметров пошел домой подождал симуляцию 20 часов возвращаешься на утро на работу смотришь говно дернул один параметр чуть-чуть пошел снова ждать 20 часов что это вот нахрен чего это вообще но она эта работа неоправданно сложена с не особо то большой зарплатой если сравнивать с более высокими там какие-то где-то те же концепторы художники качественные они получают это больше зарплаты в геймдеве еще больше получается но будучи вайфиксером ты должен знать все то же самое что и допустим моделеры лайтеры шейдинг артисты там где-то может быть местами композеры потому что мы драфтовый композ все равно собираем ну не прям профессиональный композер должен быть но ты должен все вот это вот знать и плюс помимо вот этого всего еще и твои знания программирования физики и там еще каких-то моментов дополнительных до математики геометрии там где-то даже может быть еще каких-то нюансов физики да вот тоже самое уже горе типа мог бы просто черточки фотошопе рисовать как концептеры да я смотрю как джама рассказывал джама джурабаев в одном из своих на одном из лекций что как-то он на кухне сидел тут вайлом или где-то в какой-то студии и общался кажется с фиксерами и он думал это просто нереально сколько они должны знать чтобы делать свою работу это это жесть это просто они сидят они там волосы на жопе рвут чтобы что-то сделать у меня горит у концептеров фотошоп и все получается какой-нибудь но не но джамаус посложнее же все делает он там да да тут дело в том что он он сам это выбирает его же никто не заставляет просто ему интересно у него есть время изучать он делал 360 фотошопе там какие-то изучать блендер делая там скетчи что еще он залезал в вир программа как она там называется он же там лепил тоже да 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 у него когда ты скачешь эту вир программку у меня на есть я тестил там есть дефолтные модельки от кажется у джамы прям его модель ты можешь загрузить поквертить посмотреть динозавр или кто-то в общем я когда это послушал и понял блин действительно это же охренеть фиксером ты просто знаешь дохрена получать столько же кто из вас богаче кто из вас форбсе к сожалению никто никто кто из нас да кто из короче я завидую концептером в этом плане в техническом плане ничего знать не надо фотошоп открыл там сайи манга или что-то концептеры они вот про них можно сказать знаешь у меня такое всегда было что про концептеров ты говоришь что они ну настоящие художники вот то что нас всех называют артистами какие артисты мы сидим там ноды свои двигаемся а вот там ребята которые умеют рисовать они типа их можно назвать художниками артистами и всем таким да так и есть но вот какие из наших мыслей загоняют нас в более технические дебри в более сложные хотя можно быть просто больше артистом как саша говорит а как понимаю не понял как как-то им больше станешь если у тебя идут ограничения в софте тебе нужно все это все эти нюансы знать так или иначе я так примерно представляю просто что вот мы чистый белый лист и мы можем идти либо photoshop рисовать концепты либо супер лезть в дебри в гудине и что-то симулить сложнее меньше славы за твои рисуночки возможно более долгий путь и что заставляет нас сделать выбор что за детские травмы но подожди отсутствие таланта например ника я уверен что не каждый человек может рисовать хорошо поняла симулить хорошо может каждый но нет просто симулить хорошо как будто бы можно научиться без таланта если ты будешь сидеть и дрочить каждый день в течение там 10 лет симуляции ты научишься а так ну бывают же талантливые люди которые умеют рисовать и я тут кстати 10 лет дрочить каждый день рисования ты будешь лучшим концептером если ты просто будешь 10 лет дрочить да тут будешь профессионалом ты станешь профессионалом дрочки да я тут рассуждал на своем канале по поводу таланта немножко вот ты затронул эту тему таланты грамме где твой канал куда где подписываться ребята в комментариях будет ссылка если мы про нее не забудем я там рассуждал на тему таланта допустим часто слышим вот я думаю вы тоже слышали и многие кто занимается графикой подобными а около вещей часто слышат похвалу типа он какой-то талантлив когда увидят какую-то твою работу люди которые не занимаются этим другие они видят какой-то талантливый и меня это какой-то момент начала бесить потому что люди думают что у тебя просто это талант и все и ты сел за пять минут нарисовал и у тебя талант и такой молодец а ты блять с шести лет я рисую мне ебашу просто по 10 часов когда в школах все там бухали тусили гуляли я сидел блять рисовал во флэше мультики макромедия ебаном флэше я ни с кем вообще не общался не дружил вот да там экшн скрипт какие-то игры что 3d max by 5 открыл блять первый в нем сидел херачил все там лето все там на дачу это уже бухают водку пьют я вообще не я не пил народа сколько мне было первый раз когда выгнал лет двадцать что ли что такое то есть не просто он тупо нравилось рисовать мультики мне родитель стезатор купили там на нем что-то играл какие-то музыки они протрезвели и подходят и говорят о у тебя талант да это ландовый вот как в общем да это до сих пор смешно но потом мы вроде как обсудили с другими ребятами было мнение что талант это все-таки ну любую любую вещь можно развить в себе вот просто было бы желание всегда говорю там если тебе что-то хочется на гитаре поиграть там балетом заняться неважно там рисовать научиться но дело в том что если у тебя есть талант тебе просто это легче дастся по сути то я думаю что знаешь ну в моем представлении талант это не то не в не в том смысле наверное в котором я изначально выразился не какой-то там внеземной дар который у тебя есть а какое-то необъяснимое внутреннее желание делать вот именно вот это да мотивация какая-то экстра мотивация дам крисом они вместо мы свели свелись к тому мнению что таланта так это все-таки не даже это просто желание к тому чтобы ты хочешь вот это вот делать рисовать и все просто желание внутренние причем она вот куда-то идет хрен пойми откуда то ну и плюс трудолюбия потому что ты все равно когда с каким-то одним желанием рисовать о я буду художником я там буду артистом фиксером кем угодно ты садишься но тебе в любом случае надо ну в итоге годами впахивать чтобы у тебя какой-то был достойный результат да причем самое смешно еще очень много попадаются таких ребят которые очень талантливо рисуют вот много было таких знакомых но не занимаются с собой какой-то дисциплиной бухают прогуливают не развиваются вообще есть таких очень много и это проблема действительно то есть сам по себе талант он конечно тебя не возвысит никак не даст тебе там не слава не денег тут нужно в совокупности причем самое интересное если брать если брать две вещи от талант и трудолюбие то с одним талантом ты не не особо то добьешься успеха а с одним трудолюбием ты можешь добиться успеха то есть без таланта просто с трудолюбием а если это вместе то это все ты там стив джобс какой-то не знаю так вот костян ты такой талантливый что работаешь в л.м. что что как ты как ты до этого дошел где-то до этого я знаю что ты работал до этого долго на мальте в старгейт-студию старгейт старгейт-студию да да много знакомых переработал серега фролов андрей да серега фролов андрей кто там еще был саша саша одишари а до этого ты работал с ну в москве смысле у москве они не работал я не жил я был а я же с новосибирска я пытался в москву попасть а в си джи эф попал попытался попасть в аргунов аж три раза в мой народ пост я сделал на фрилансе там одну работку самолет для фильма азори здесь тихий он падает причем такую базовую модель который там еще после меня сильно наверно переделали и когда я вставлял шаурил спросил них можно встать сказать только ты напиши что это поиск воду обязательно пишет я думаю сейчас ты можешь си джи эф повторно отправить тебя возьму да может есть такая вероятность блин наконец-то наконец-то думать и возьму да блин не серега олейников рассказывал историю это машин дизайнер и си джефф который живет в лос-анджелесе но сейчас уже не все джефф работает но на те годы он работал здесь и у него посту параллельно поступало предложение быть мошен дизайнером в apple и он отвечал на эти письма типа нет простите apple я работаю в си джефф ну нравится если человек компания хотя про си джефф много слышно раз но много мнений так сказать мне си джефф как 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 зовут директора александр старше наша горохов 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 да он первый месяц предложил бесплатно поработать поэтому я так благополучно отказал конечно же а в аргунов я вообще три раза пытался блин мне почему-то казалось что ты работал с виталиком андрулисом в этом аргунове мы с ним да конечно мы с ним хорошо общались мы с ним даже виделись на си джефф венте каком-то не помню году в одиннадцатом двенадцатом и мне вот почему то такое переклинилось что ты с ним и с никитой щелкиным там работал какое-то время но наверное перепутал он пытался мне помочь один из разов в аргунов даже попасть но не получилось я приходил к ним собеседование с никитой разговаривал и вроде как даже все как будто бы понравилось как будто зарплату обсуждали а что раз потом пропали а это какой был год и какие у тебя скиллы были на тот момент сейчас скажу я думаю это было до мальты 2015 плюс минус скиллы у меня были такие что я только-только начал гудини изучать первые шаги там были я пробовался на лайтера даже в органе это твой первый софт после macromedia flash не было много первый софт 3d ну 3d максимум все с него начну я с ним недолго простил там месяц буквально я мы когда узнали про софт-имедж или софт-имедж правильно говорить ну это это нас сильно поразило тогда гудини для тебя это как считай тоже озеро что и тяжело тяжело было тяжело я год пытался изучить гудини 10 раз я в него залезал 10 раз удалял тяжело давалось просто софт-имаш софт-имаши я юзал наверное 7 лет нам его порекомендовал евгений глазырин по нику диполь он в то время жил с нами новосибирске потом он переехал в это digital работал над аватаром в новой зеландии мы так его нифига он действительно крутой он с братом нам показал путь в этот крутой софт мы в нем проработали наших счастливых семь лет это была наша первая любовь и когда ее эти кребаные автодески убили мы хотели не за это купить билет поехать в офис сжечь их нахрен после этого вот и после этого было какой-то период метаний в другие софты потому что ну я вроде сидел там остаточный год-два в софт-имаши когда он заканчивал свою работу он закончил перестали его обновлять добавлять какие-то новые фичи ты уже понимаешь что ну все у него уже нет будущего надо что-то думать про другой софт начал смотреть на майку просидел какое-то время может быть год в майке пиздец какая набагованная просто жесть просто я я охренел я знал какая набагон но настолько я в шоке был вот там есть инструментарий который просто дублируется той три раза повторяется в на раза в разных панель как например по моделингу и здесь моделинга какая-то старая фича здесь справа она новая причем все то же самое здесь там еще что то начинаешь делать изолировать объект которым ты работаешь и что-то с ним делаешь экструдишь у тебя вообще все ломается там чуть ли не вылетает или крашит или еще что я охренел с ним работать и все и как я гудини выучил ну я себя заставил пытался у него залезать как я сказал 10 раз в течение года и в какой-то момент решил все следующий проект вот какой бы то ни был проект я просто сажусь и делаю в гудини плевать вообще-то буду страдать сильно страдать но сделаю следующий проект я работал на сибирске в туха это рекламном агентстве следующий проект поступил архивиз то есть жилой комплекс надо было сделать окей ладно до этого я его в майке сделал там два таких проектов подобных и начал моделить в гудини это была еще версия 9 и 5 очень старенькая нифига не юзерфрендли в плане моделинга вообще но я так сильно страдал очень сильно я просто в 10 раз больше времени потратил на модель чем я бы это сделал в любой другой программе но это сильно меня так сказать подтолкнуло его изучение в плане я сильно скачнул скакнул в развитии в гудини то есть за вот этот месяц период страдания я его изучил хорошо я к нему привык и все все с этого момента я в нем начал работать но вот здание которое я делал я сейчас как помню нодовая система она была просто вот такой каша огромной что там ты путаешься ты хочешь что-то поменять где-то добавить что-то исправить и лезешь туда в ту ноду в тот ты ты что-то там поменяла но блин все по все вообще сломалось на хрен то что это все процедурно я еще не понимал как с этим работать мне там надо простую какую-то фигню взять которую я бы сделал за пять минут в майке там или в синими не знает где угодно тут тепли полдня на это трачу ну потом все привык более-менее и ok есть в этом были плюсы например когда какие-то повторяющиеся элементы там окна те же самые двери там ты их продублировал везде и тебе надо это окно вдруг поменять или домоделить она у тебя везде поменялось или там продублировать какие-то элементы надо несколько раз ты их тоже скатерингом или счетом или копии дубликаетом купирую супер удобно но в остальном страдал насколько важно в самом начале выбрать программный пакет которому в котором ты собираешься работать ближайшие годы потому что не всегда сразу понятно особенно когда мы молодые горячие еще не совсем сечом не совсем индустрию знаем не совсем знаем какие студии на чем работают и вот в какой-то момент и там тратишь несколько лет на macromedia flash на soft image может быть кто-то во фьюжи не композит как важно выбрать в самом начале верный верный для себя софт или может ты сначала думал что о блендер бесплатный далеко не укатится а теперь блендер как будто бы довольно прорывной инструмент хотя в студиях до сих пор не не супер активно юзается я скажу так что выбор софта это вообще не важная хрень это скажу банальную вещь это инструмент все это знают и в принципе по логике они все друг с другом похожи все 3d софты если любой из них выучил ну допустим soft image он загнулся я перепрыгнул на другой мне труда не составило в другом софте разобраться то же самое все название все кнопки все фичи все рендеры шейдинг материал все тоже самое акцент нужно все-таки делать на творческой составляющей как никто ну если ты не тдшник если ты не стараешься идти в тд артисты ты какой-нибудь пайплайн тдшник или программирование изучать то если просто хочешь быть хотя бы дженералистом или любым другим с творческим потенциалом и развивать в эту сторону качай скиллы художественные композиционные лайтинги не за фото ходи на фотографии на фотоаппарат купи маленький какой-то пытайся изучать материалы свет цвет рисуй все что угодно а на технические нюансы поменьше времени заморачивайся с этим вообще насрать потому что они меняются каждый год за ними не уследишь и они не так ценные то есть это сейчас вот искусственный интеллект на хрен всех заменит и все еще ты будешь этим делать сейчас программу это сделают реально скоро эту кнопку сделать красиво и все но скиллы твои в плане творчество такие как уметь красиво поставить свет или композицию сделать это это уже сложнее это это ценится в компаниях гораздо больше вот я сюда пришел меня в первый месяц зная что я гудинчик посадили в 3d max что почему я охренел я охренел я им каждый день об этом говорил что за ёб твою мать и как это на хрена ты кому-то сразу не понравился я не знаю и меня вообще шокировало что у них здесь дженералист департамент состоящий из 20 человек почти все там трое может там два два три человека сидят гудини все в 3d max и вере я охренел я ненавижу 3d max я ненавижу автодеск и вот тут я так и пришел и то же самое я поставил когда еще на мальте старгейте работал я что-то пришел гудини и там там люди сидели в мае вире рендерили мне это тоже немножко напрягло но окей и когда мне супервайзер сказал давай ка ты вот сейчас тут тут смотри релиз вире был для гудини давай мы его поставим потестить ты чё хуёв что это же мантры есть ты чё ты чё успокойся ну мантра кстати она очень тормознутая потом убедил их приобрести арнольд то что я все-таки фанат связки гудини арнольд это идеально и по скорости по качеству и по простоте настройки супер я очень сильно фанат карма карма карму тестил уже у нас сейчас я я она новая да в гудини что-то делаю ну так какие-то там лаяуты собираю что-нибудь мелочи в целом сейчас я умею делать гудини вот и поэтому я не рендерю какие-то там превизики в мантры или вообще плейбласты и все мне этого хватает пока что а этот все ребята в основном все проекты которые есть и поняли да что не фанат star wars да вообще не фанат star wars так показал футболочку все переходят на карму прям так типа по очень очень серьезно ты ее тестил как она не тут не то чтобы все просто дело в том что это я говорю про мрп именно я щас про мрп сказал что типа у нас вот все проекты которые запускаются они стремятся запускаться зависит от команд конечно но стремятся на на карме надо понимать просто что сейчас идет такая общая тенденция смены всех пайпланы всех студий на usd формат соответственно карма это только usd формат и только про него с солярисом работает если ты не работаешь не в солярисе не используешь usd то карма тебе тут не поможет и тебе надо рендерить стандартным методом то есть это арнольд мантра пусть будет redshift я на фрилансе redshift использую и любые другие какие-то октаны прочее но карма да это это ее изди это совершенно другая логика другой контекст это это все другое это даже можно сказать почти как отдельный софт в гудине вот этот солярис то что в лопе в контексте лопа в солярисе там даже логика совершенно другая не первый месяц я тут я тут тоже страдал в ней потому что я казалось бы знаю гудине уже пять лет но солярис когда залез здесь я охренел что я я ничего не знаю вообще то есть вся логика которая до этого я знал забудь все что ты знал как как говорят ну да там просто переходишь другой мир вот соляриса я там ничего не знаю до сих пор не то чтобы отчет в гудине хорошо знаю но в целом там все ребята которые делали какие-то задачи прям серьезно не прям вот первые проекты через боль такое-то нихуя не понимаешь да просто чтобы понимали да кто вот не знает солярис это вот в гудине сидишь с обсе соп level ты понимаешь что работа идет сверху вниз вот эти все ноды они вот так по такой логике работают и в общ контексте в общем никогда ты не в собственно залез не вот в это надо а вообще все дисплей флаги если они стоят включены ты все это видишь в авиапорты камеры лайты они между собой не связаны эти ноды в общ контексте солярисе вообще не так вот есть стрим line вот эта вот линия и все что только в ней друг с другом соединена только это ты увидишь в авиапорте и все никак по-другому подсвечивается как то я смотрю что зеленым светится этот стрим line красным что за дискотека я ничего не понимаю самое неудобно в этом эта работа с камерами это это блин это надо привыкать ты привык в собственно в общ контексте что у тебя вот камеры там штук 5 создана на всех стоит дисплей флаг или просто ты их создал просто ты создал ничего с ними не делаешь они у тебя есть во вьюпорте ты между ними переключаешься солярисе если они у тебя не находятся в этом стримлайне они у тебя не отображаются во вьюпорте вообще никак если ты хочешь например как-то вот отдельно вот с маленьким кусочком своим поработать сцены да просто ты его отдельно вынести стримлайн там как-то и с ним поковыряться что потому что сцена огромный у нас гигантский нарастают но тебе нужно при этом видеть ракурс именно с этой камеры тебе нужно отдельно создать кнопку merge отдельно вынести эти объекты и воткнуть эти камеры в отдельный вот чтобы они были в этом стримлайне в небольшом всегда эти камеры то есть вот это надо учитывать спасибо universal script как там синдискрипшн или как он называется правильно да вот такая логика у них да но usdt очень мощный очень мощный мы сравнили у нас было много допустим деревьев мы сейчас собираем гигантские сцены там для вот этих фильмов деревья у них анимации шатани есть мы делаем из петри переконяем экспортируем в анимация ну там 120 140 кадр потом ее зацикливаем там через тоже через гудини через сок и в олембике дерево около двух миллионов полигон в олембике ты это хрен просмотришь в реал-тайме бесполезно вообще потому что это все-таки мэш деформация это не кости которые там могут легко быстро отображаться в fbx и как только я перегнал то в usd то же тот же самый кэш то же самую мэш деформации в реал-тайме отображается анимация что насколько мощный usd формат ну да не я охренел короче к этому нужно привыкать потому что за этим будущее и типа без этого мне кажется что ну ну если хочется делать что-то современное то это безумно нужный инструмент это как в этом я смотрел апдейт анриэл опять один у них же там тоже эти как они называются фляжи вот эти вот деревья к там трава вот это все они у них добавили на не ты сделали для вот это не ты да 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 наконец-то блин как круто как как вы это делаете черти остановитесь вот это конечно очень очень крутые технологии все андреал в этом плане провернул революцию конечно им прям респект и медали стату я не знаю все подряд нужно установить анриал 51 и не открывать его примерно моя стратегия изучения анриала у меня стоит но он тяжело в плане изучение тяжело дается конечно да если хочешь связаться записали на ку записались на курс но и я даже пытался начать его проходить до я уехал в стамбул сначала у меня был с собой только ноут я туда поставил анриал я понял что это анриал посмотрел пару видос и понял окей надо ждать комп хорошо и вот и здесь а если выбирать из real time of у меня брат тоже мечется метался точнее одно время между андреалом и unity все-таки выбрал unity он в разы проще просто юзер-френдли там и шейдера быстро обновляется нету вот этого компиляции там многочасовой постоянной и открывается быстрее перекидывать файлы гораздо удобнее и в принципе интерфейс все как-то удобнее логичнее сделано анриал конечно он он мощный спору нет у него если говорить про environment и про локации туман и волю мы все очень круто люмен на нит сейчас добавили это просто взрыв мозга но блять если ты начинаешь его использовать в своем проекте что-то в нем делать использовать на практике ты ты охреневаешь вообще а где вот это а как вот а как включить вот это а как вот это вот какие параметры вот этот просто это пиздец и тудоров тудоров по нему как бы не то что нет и они есть но конкретно по твоим например вопросом как допустим убрать выключить вот это вот или исключить из источника или так далее какие такие прям специфические вопросы хрен найдешь вообще даже документации у них там тяжело ориентироваться и многого нет unity все это легко все это она вот наглядно вот он перед тобой все это есть я залазил в unity делал какие-то несложные штуки поэтому я представляю как unity работает и поэтому когда первые разы залазил в анриел в целом что-то было понятно но и конечно же без без какого-то посвященного времени обучению ничего там особо сильно хорошего не могу пока сделать никогда ничего не делал в unity вряд ли когда-то открою unity но это же какие-то у меня тутеры были небольшие короче блендер форевер блин блендер да да типа да но я вот работаю в синеме в блендере все хот кей и другие я вообще не всегда понимаю что там как делать а там все на хот кеях я в синьки то уже их знаю ну там нет там настройкой же можно поменять этот как он там интернешнл а хот кейс все как везде я люблю дефолтные ну страдай тогда мне кажется мы выполнили норму разговора про сиджи потому что хотел попросить я хотел попросить я просто прочитал твой план который ты накидал и там даже первый пункт про то как ты попал в лм он такой интересный что хочется не про что-то конкретно в нем спросить а просто мог бы ты пробежаться по своему плану давай давай попробую быстро можно не быстро мы просто как-то ушли в софт зачем-то без проблем я я не против да и отойти от плана дико интересно послушать про и и про нфт твой проект и про сингапур еще интереснее я говорю короче на два часа за день у нас есть это время да короче это был очень такой судьбоносный момент моей жизни когда я получил этот офер от а лм на тот момент это был август месяц на мальте меня жена с дочкой как всегда они раз в год уезжают в новосибирск с бабушками дедушками подольше видится на два-три месяца это еще не к вид или уже к вид нет уже уже к вид и уже он как раз это было в прошлом году август месяц прошлый год конечно он там уже в разгаре и даже даже затихал уже в общем брат мне предлагает какой-то проект и нафтишный он со своим товарищем объединился и они решили придумать что-то на фоне вот волны когда все начали создавать нафти коллекции свои там по 5 по 10 тысяч всяких разных персонажиков и распродавать их получая там миллионы миллиарды вот они решили это замутить вдвоем и решили тоже меня включить свою команду настало трое я на тот момент имел уже контракт с панасоником из новой зеландии да я его только-только подписал буквально за две недели до этого и уже начал работать в гудине вот эти там надо было фикции там какая-то рекламка очередных предметов для них и на тот момент пришел вот этот проект наш я начал им заниматься и понимаю через несколько дней что мне не хватает времени распыляться то есть у меня есть основная работа есть панасоник по контракту на два месяца и вот этот проект попался тоже неизвестны но я живу по принципу всегда браться за все проекты которые мне предлагают как-то мне один товарищ это посоветовал егор привет обычно как предлагают и выгорел берясь за все что тебе предлагают то типа 10 проектов тебе предлагают и за все берешься на половину отсекается трое из них пока думают это двое ты начинаешь делать обычно так происходит поэтому я берусь что-то да выстрелит пусть для меня прости что прерываю для меня это чуть ли не какая-то проблема иногда бывает что я всегда хочу помочь и не могу сказать нет и впрягаюсь даже несмотря на то что у меня когда-то времени может быть я я это стараюсь сейчас сильно очень контролировать и берусь только за самое интересное но но я я одно время распознал себе такую проблему что я прям не могу сказать нет потому что чувствую что должен что раз мне пишут значит мне нужно нужна помощь и мне нужно ну типа а как я оставлю в беде людей у меня так у меня так же было смеешься это то что это мои чувства но действительно так да это это сложно отказать такое ощущение что вот всем нужна твоя помощь если не ты так то обычно так думать надо помочь что нет у тебя никогда такого не было да я не особо фрилансе когда-либо так что я не могу такого чувствовать но в целом но так ты нет не могу сказать что нет точно нет я тебе в чем-то завидую я просто не стремлюсь заработать все деньги вот так так это не про деньги это про да я понимаю про то что ты ты осознаешь что должен помочь пусть это даже на самом деле да неправильно да это не про деньги а про не знаю синдром спасателя да прости прервал ту историю остановился на том что у тебя был друг егор который посоветовал тебе браться за все проекты короче я взялся за вот это все мне не хватало времени все это делать и я начал вот какое-то решение надо было принять от какого-то отказаться проекта а вот этот инфтический проект он все равно был ну такой какой-то нестабильный непонятно что это за фигня мне еще я сам особо ничего практически не знал про инфти но мне вот брат со своим товарищем они объяснили что проект сделать роботов коллекцию роботов то ну звучит интересно прикольно но рискованно в том плане что тут хрен знает выстрелит или не выстрелит непонятно с панасоник уже контракт есть определенная сумма там я не помню сколько там 3000 евро что-то такое месяц я принимаю решение отказаться от панасоника на тот момент и не знаю как ты себе это объяснял во первых потому что известное что-то в смысле нет 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 мне нет с трудом было отказываться потому что во первых мне оттуда порекомендовал мой товарищ близкий из новой зеландии и мне было прям неприятно отказываться все-таки по рекомендации но принял решение потому что основная причина была что мне надоел fx просто тупо я прям уже не знаю что активно было выделать в fx в симуляции до симулировать эту симуляцию уже пять лет этим занимался я уже планировал куда-то себя сместить в сторону лукдева лайтинга или просто в дженералисты вернуться как-то более-менее на локации и я уже чувствую просто ну не хочется мне это делать уже не за какие деньги и все принял решение отказаться там объяснил ситуацию извинился куча раз что вот две недели от этого контракта я уже время потеряли бла-бла-бла было неприятно но так бывает и продолжили делать nft проект мы вы делали месяц сделали вот этих персонажиков роботов нарисовали быстренько сколько там 33 500 тысяч 3500 штук трейлеры связались с маркетинговыми людьми из америки там за какой-то там четыре процента все это раскрутили подготовили народ набрали комьюнити сколько тысяч десять тысяч человек в дискорде разогрели народ что сейчас будет что-то крутое я выпускал какие-то ролики трейлеры также разогревая и настает момент мы заранее объявили дату 25 августа что ли когда мы начнем их продавать причем за день до этого мы продавали как он был блин как как же там забыл название когда они в темно продаются какая-то лимитированная сначала часть там стоили там 500 штук они и непонятно какой тебе достанется nft а потом они вроде как раскрывается пресейл да 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 и настает момент 12 ночи когда релизятся все боты мы уже за пять минут до этого видим что в дискорде начинается какой-то дичайший ажиотаж все начинают писать вот просто вот эта лента на так вот листается 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 в то что все 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 пишут все ждут и все хотят прям сильно мы разогрели так что просто бомбануло жестко там ровно пробивает 12.00 а мы видим вот эти транзакции вот это в контракте блокчейна все это видно все транзакции что сейчас будет происходить за пять минут все нахрен распродается каждый чтобы понимали каждый на фишка сколько нам ну что-то 100 долларов что-то такое плюс-минус было мы за пять минут сделали считай сколько 300 350 тысяч долларов просто мы у с такими шарами с челюстью до пола мы в вахе мы вообще не ожидали этого втроем на троих 3500 до ну это это пиздец какие деньги огромнейший для надо просто в общем нереальный и за такой короткий срок все это было 12 ночи эту ночь я не спал вообще мы с чуваками с партнерами созвонились мы там проговорили несколько часов мы в шоке мы не знаем что это вообще как это проект произошло что что вообще происходит позвонил семье там все рассказал всех обрадовал все круто бла-бла-бла мы пропали на на неделю после этого события с нашим проектом хотя мы мы ребятам еще обещали игру то есть и нафте проекта мы раскрутили под предлогом не просто как продаем коллекцию и свалим в закат на майами куда мы обещали игру будет там продолжение будет еще разные генерации то есть мы прям много-много такой огромный ком был из нашего проекта но на неделю мы пропали потому что ну потому что деньги это просто сломали немножко мозг всем нам комьюнити там бушевала куда пропали разработчики через два дня после этого мне приходит оффер от а лм сингапура в который я мечтал попасть два года назад я увидел в орле и решки сюжет про сингапур я буду блин какой офигенный горка как классная сторона я хочу туда все это моя новая мечта цели все такое и давай туда рассылать это было два года назад давать туда рассылать резюме разные студии какие находил а их тут практически нет никаких не рекламных не киношных вот одна айла я ничего не нашел там нашел какие-то 2 они то ли одна из них там закрылась вторая там непонятно какая-то реклама окей разосла просто пофигу будь что будет приходит оффер но единственное они меня позвали сначала как в фикс артист и на фоне вот этого nft проекта который выстрелил я получил это да мне льстил да классно супер а лм оффер но я собирался отказать потому что в фиксе все я не хочу стать а фиксером хотел полностью вот погрузиться проект но думаю все равно я приду на интервью с ними пообщаюсь для галочки тоже прикольно все равно интервью с айлэмом буду детям рассказывать что я интервью с ними проводил был ли пунктик что у айлэм зарплата не такая как как ты получил только что на nft конечно был просто в айлэм я уже шел не ради денег а ради скорее вот какой-то галочки в себе исполнение мечты то есть кельштадт закрыться как минимум ради этого и начинается собеседование с ними я им объясняю говорю так и так простите но и фиксером не хочу быть и уже ожидал от них ну ну и все тогда ну нет так нет все пока они такие не вопрос а кем хочешь быть я такой ну дженералистом например да давай без проблем у нас есть вот вакансии дженералист я сижу такой блин а я уже всем сообщила там жене там детям внукам все сказал что я уже не едем сингапур точно я им откажу я сам настроился не ехать они тут такие да все классно кем хочешь сколько хочешь давай у нас все тут и обстановочка такая у них на собеседовании было вообще не было ощущения что так это гигантская компания меня собеседовала там что много 5 человек что ли там сидела разные там супервайзеры продюсеры там и чары какие-то все-все-все собрались на одного менял так но как-то очень легко уютно свободно ты знаешь что в такой атмосфере общались как твой английский на тот момент нормальный за пять лет на мальте я его прокачал хорошо в общем да они сказали вот так есть дженералисты все рассказали как они работают они только-только развивают отдел дженералистов и нужен гудинщик как раз хотят внедрить гудини в отдел в этот потому что на 3d max сидят я все супер давайте тогда окей дальнейшие собеседования длились с другими менеджерами суждали зарплаты условия и когда вот после этого первых я уже не поверил своим ушам что меня позвали то я думал где-то подвох какой-то по-любому что-то ну не может быть так идеально все быть и лентом и дженералистом и такие как бы все как я хочу ты я давай искать на следующий день договорились собеседование с эйчаром обсуждали условия зарплаты время работы я записал список вопросов я давай доканывать а а какие переработки а сколько дней в неделю а сколько отпуска все вот это давай спрашивать по-любому что сейчас там скажут там все соки будут выжимать из меня ну слышно же часто что в таких конторах взимают выжимаешь соки вот в это digital например сильно прям выжимает много слышно про это и на все вопросы то типа нет овертаймы у нас есть но мы всегда спрашиваем наших сотрудников если отказывать что мы понимаем что есть семьи у вас зарплату хорошую сделали какую я сказал ну там чуть-чуть снизили довольно высокая в итоге что еще переработок выходные у них там нету они если бывает очень супер редко что еще ну из минуса только небольшой минус что получается это в целом азиатская штука 10 дней отпускных всего лишь в году до 10 дней но это не сильно парит у них есть помимо этого 14 дней или 10 это идут пять дней чайлд лиф и пять дней фэмили лиф то есть они тоже могут заюзать в этот момент когда вот я поехал первый раз в новосибирск на месяц спустя полгода объяснила мне сказали ну давай все заюзаем вот все что у тебя есть да и все не парься критова и классно я думал там я две недели за свой счет потом я там четыре дня за свой счет оплатил и классно что еще с куча страховок все покрывается для меня для семьи куча каких-то бонусов бенефитов бесплатный вход во все парки диснея то есть они они предоставляют оплачивать перелет оплачивали месяц отеля проживания первой в синкапуре по прилету дали сумму там что-то в 10 тысяч долларов просто чтобы ты типа просто тут освоился то есть такая бонусная дофига бенефит я сижу думаю где где минусы как то что где меня хотят наебать по любому по любому я не верил до сих пор не я потом еще неделю не спал не верил не в нфт проект не верил него и лм не верил я вообще не понимал что про по-любому сейчас я не знаю метеорит упадет на моем здании после таких событий я четкое ощущение что было сейчас какая-то херня будет все все идеально я сижу думаю ну заебись у меня еще а контракт на мальте он заканчивается февраль тут был тогда был август феврале и там нету пункта что я могу разорвать посреди вот как-то там штраф дикий и короче думаю что делать они в island меня уже хотели в октябре месяца то есть буквально через месяц чем быстрее тем лучше я пишу своему менеджеру супервайзеру в той студии в stargate говорю так и так позвали в lm сами понимаете я не могу сказать все знаете кто такие лм все поддержали все классно супервайзер блин вообще если любая другая компания не отпустили супервайзер и слушай там замолви словечка за меня это это я бы только с удовольствием да и короче но у нас там кто она там тули менеджер главное она новенькая на немка оказался на конечно как это нас супер правильная оказалась и такая потом говорит ну ты знаешь да что у нас по контракту если ты раньше времени уходишь у тебя штраф 10 тысяч евро я как бы охренел я понимаю что я могу заплатить деньги то у меня теперь уже есть но эта сумма но это все равно дохрена ты как бы ну не хочется отдавать такие деньги я давай объяснять ситуацию ну типа повините вводить в положение там было ладно мы тут как бы хорошо так общались друг с другом не мы вообще здесь директор хороших отношениях то есть общались часто и с менеджерами супервайзерами stargate вообще классно очень офигенная студия я думал в плане отношения я лучше не найду но айлэм как бы может поконкурировать теперь с ними я когда в этом в праге работал я собеседовался в stargate тоже это был семнадцатый год по моему вот они меня звали туда композит что-то я уже не помню не получилось не 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 я прошел все я отказался потому что у меня потом началась вся весь движ с канадой с перейдем в канаду ну значит и правильно что отказался видишь в канаду вот короче мне пришлось созвониться с директором как-то попытаться уговорить не штрафовать они там пару дней взяли на подумать и согласились все нормально штраф убрали я потом закатил какую-то гигантскую вечеринку в ресторане позвал там всех коллег директора там всех менеджеров сказал им огромный тост как мне было круто с ними работать первый в моей в жизни спич на 30 человек на английском языке я так мандражировал я чуть не сдох я ненавижу заранее я писал заранее весь день писал просто у меня там хотя хотел маленький такой обзор сказать всем спасибо и что-то начал 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 писать 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 у меня так вышло ну блин придется читать все это дело я не выучу это я с телефоном концу они рыдали ну да там супервайзер он реально так немножко прослезился когда там уже там обнялись все попрощались пару шуток даже вставил и я почувствую себя даже стендапером когда ты говоришь зачитывая шутку перед всеми и они смеются ты чувствуешь эту реакцию от зрителей кубы прикольно вот что чувствую стендаперы когда отдачу такой это классно но это так мандражировал более меня сердце 200 ударов колотилось вот за пять минут до самого спича я всех позвал говорю все собираемся все зал я сейчас двину речь я я реально чуть не сдох наше давление там слишком много стресса за одну неделю жизни да да я прям не люблю на публику выступать мне это тяжело дается в общем что писанную ночь и ближайшую неделю говорю своей жене с дочкой приезжать собирать все это дело запаковывать и ехать обратно мы еще они же в этот момент в сибирске были и решили взять билеты приехать там тремя самолетами это тяжело но хотя бы тут побыть последние несколько недель на мальте со всеми прощаться у нас там уже куча друзей было запаковать все это все распродали я вещи не люблю перевозить эти столы там даже компы там все 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 распродали ни слова больше я я презираю в каждый следующий переезд в три раза больше чем предыдущий я каждый раз молюсь чтобы перед был последний я пили переезды не не люблю то есть это 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 приятный стресс смена локации сбор вещей вот сбора вещей да но в целом мне нравится просто обновление своей рабочей атмосферы с обновления локации это всегда прикольно то есть это да застоялась у тебя вот это все и там знаешь чуть ли не до банального у тебя там уже пыль везде это те надо же убирать все отодвигать все чистить вымывать каждый раз тебя там за три года или за пять лет все вот этот мусор накопилось и ты когда перечисли все это обновляешь это свежо это клана это мне нравится мне мне больше не нравится вот сам процесс сбора всего тем более я люблю все складывать аккуратно если я что-то разбираю собираю надо все как смотать аккуратно уложить на это тратится больше времени чем просто можно было бы паразит по распиздяйски все сгрести в одну кучу я трачу время на все чтобы аккуратно сложить упаковать все это как-то доставить на новое место распаковать и заново собрать да но я аккуратно так не складывай я все вот так кинул и все и пошел в этом плане полегче короче дальше начались другие нюансы то есть мы поехали в новосибирск думали что через месяц вот нам уже сделают визу и мы поедем сингапур не тут а было визу нам делали 4 месяца по итогу потому что вот мне и жене сделали быстро за месяц а дочки из-за ее детских вакцин я не знаю что они там проверяли вот эти вот кто там корь краснуха вот эти все детские самые я их во первых не с пришлось поездить по врачам собрать печати чтобы подтвердить все эти вакцин что они у нас есть это там заняло сколько-то времени и отправить их и в сингапуре их проверяли и реально почти внутри месяца хотя у них на сайте было сказано четыре недели красным было написано из-за пандемии за вот общей ситуации по миру это будет долго до четырех недель мы три месяца ждали это я не знаю что они там делали эти три месяца мы уже а уже а лм менеджеры им писали звонили я писал звонил там чуть ли не каждую неделю долбили мы уже боялись что мы не уедем туда и а лм в том числе они мне потом уже сказали что мы думали все ты там застрял в россии и плюс ситуация начала нагнетаться в феврале месяце сами знаете какая мы уехали а прям каждую ли то ли в тот же день то ли через день когда это все началось прям вот эти вот события я помню под по твоему инстаграму я смотрел что типа ну вот улетали как раз это самолеты ты постил постил это все и я такой смотрю блин как это такое совпадение что вот началась война и такая ребята улетели такой блин клево что все все успели доделать и все хорошо прошло но мы сильно боялись что вот сейчас закроют аэропорта перелеты самолеты все и мы не улетим и я просто а в тот момент я еще думал один полететь потому что у меня-то виза есть считаю просто у дочки нету и думали сделать как я полечу один первое время потом уже мои прилетят там какие-то вроде другие еще проблемы возникали потому что там в сингапур он очень тоже азия они из пандемии вообще помешаны как и весь китай и они не пускают если у тебя нету европейской вакцины типа фазера там какие у них там еще есть модерна джонсон джонсон да спутник нахер никому не нужен даже и все а у жены нету у меня есть фазер у жены никакой вакцины нет чем мы пришлось что-то думать мы давай гуглить где можно поставить фазеры я пытался там дубая там еще где-то армения не знаю какие-то даже странные короче это все тоже как-то геморрой на было мы сделали медотвод опять-таки мы его отправили и боялись что его еще не примут потому что тоже ну хрен пойми как это там написано я вроде я перевел его постелем подтвердил через неделю приняли чоки не вопрос все прилетели нам оплатили перелет отель первый месяц неделю мы были в отеле в карантине от аэлем там возникла другая проблема с банковскими карточками российскими и заблокировали да вот сразу послушай пока про вакцины говорим я хотел быстренько вспомнить историю что когда я сейчас это весной летел в лос-анджелес и я постоянно мониторил какие сейчас вакцины актуальны потому что могли пускать не со всеми и там были слухи что могут с джонсоном не пускать штаты в итоге там по джонсону было был пункт что в каком случае вы можете влететь с вакцины джонсон если у вас противопоказания против других вакцин и вы можете только джонсон поставить к примеру если у вас там аллергия на другие что-то еще если вы там и в итоге если вы несмотря на все эти пункты все равно хотите привиться джонсоном только тогда вы можете влететь но как будто это по приоритетам самая плохая вакцина и вот прям крайне не рекомендуется с ней влетать ну типа нельзя но если хочется то можно да 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 если вот вам настолько наплевать на свое здоровье то колитесь джонсоном и прилетаете что это где это где еще раз это в штаты но джонсон она же ставится одной дозой до фигу знает я читал вот эти статьи про разные случаи разных вакцин но у джонсона и модерна да какие-то случаи возникали из редкого файзера вроде как по статистике меньше всего разных побочек возникало осложнение у редких людей у модерна джонсона да там там побольше было у меня так вышло что три разные у меня спутник джонсон и и что-то еще файзер и возможно что-то еще но я не помню а я вот не совершенно нормально ты в зомбака не превратился тут же в армении можно можно уколоться вроде всем из этого из современного и модного но мы как-то переехали и еще не кололись вообще непонятно нужно ли это будет да не ясно да прости что отлег маленькая отель да в принципе да мы неделю просидели карточки начали блокировать буквально там на третий день или даже на четвертый день сингапуре я ждал момента просто нам надо было продержаться неделю я же в карантине я даже не могу пойти банкомат и снять всю наличку с этой карты я снял какую-то предварительно там там за 1000 долларов что такое до этого это я снял ее а часть в евро и часть в рублях потому что когда я пришел в новосибирске банкомат там уже долларов не было я не смог даже в долларах снять и чем не с евро делать сингапуре блин тоже хрен но я на всякий случай снял выбора не было на четвертый день начал блокировать у меня была еще карта европейская она еще работала карта революта на такая она британская но она в европе была зарегистрирована по моему тому адресу и работала там была какая-то сумма я туда переводил по ней рассчитывались и в какой-то момент вот перестала кажется работать в не помню точно у нас оказался рядом по коридору через несколько дверей со мной индус который тоже в лм попал это же сейчас находился в этом отеле карантином мы с ним списались по ватсапу и он пришел одолжил мне 100 баксов это я говорю не надо на типа у нас все нормально просто это мы разговаривались и объяснял ситуацию он прям пришел да вот держи потом отдашь без проблем я тот момент буквально тусы конечно не красавчики и отзывчивые ребята в этом плане ну и в целом вроде как нормально получилось то есть каких-то жестких проблем с деньгами не столкнулись просто кипишевал но вышел из карантина пошел снял бабки вроде успел потом мне компания уже начислила какие-то небольшие суммы я там попросил авансом или еще как-то объяснил тоже ситуацию и нормально потом уже карту быстро сделали местную и все охренеть конечно под датам успеть не то что подгадать а что по датам так все сложилось что успел вы то что успел были успел все визы сделать успел прилететь с картами которые еще на тот момент как будто бы работали я уже часто не помню но нюансов очень много было стрессов до хрена самолеты отменили до хрена то есть они все какие-то вот сейчас на их вспоминаешь они там 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 как бы вроде по мелочи но они в совокупности конечно башка там постоянно болела по всем этим поводом переживаниям и все как-то в одну кучу навалилось да я единственное две тоже строчки про то что я когда сейчас вспоминаю как мы тоже с янкой в штаты в итоге прилетели и как мы долго с ее визой возились и как у нас маршрут строился то это все равно конечно череда просто гребаных совпадений каких-то везений что все по плану срослось и даже там где не срослось по плану в итоге все равно выруется нормально что да примерно могу понять ощущение от того что все примерно сложилось как нужно в целом я понимаю что каждый переезд в любую другую страну это не так сложно как кажется тем кто ни разу не переезжал таким образом когда первый раз ехал на мальту я очень сильно боялся что там не за паспорт заберут у меня кинут что там за контора я же в русскую летел контору первую и я ничего про нее не знал на какая-то небольшая там была ребята из аргунова в ней работали но когда мы с ним пообщались с батыром и денисом показались о прикольные вроде общительные классные ребята принципе они душевностью своей заманили и был уверен что все нормально будет но все равно ехать другую страну когда ты ни разу так не переезжал все равно есть какое-то ощущение что там по-любому гиданут да да то есть у меня такая же фигня вот со сбором вещей с этими что-то нервничаю что-то забыть или что-то не собрать или не успеть а с самим переездом и вот какой какими-то там процессами которые уже происходят внутри то есть вот эти всякие бумажные дела и все такое это как-то ну чё-нибудь да решится как-то но бюрократия дело такое то там тяжело но я у нас самые большие были форс-мажоры с тем что мы у меня виза была у янки виза не было и уже нельзя было получать в россии и мы регали искали по ночам окна на собесы в польше потом когда мы забили кое-как окно в польше она поехала и заболела по дороге к видам и не доехала до собеса потом поехал ну вот такие все истории потом поехала обратно потом через слезы отчаяния мы случайно нашли еще одно окно на два дня вперед и она тут же мы меняем все билеты там из красной поляны в варшаву мчимся там с дикими пересадками чтобы через два дня утром на 9 утра быть в варшаве чтобы она была нет еще нужно было успеть прививку сделать прививку успеть сделать в перерыве да вот вот у меня такие больше обстоятельства что там действительно приключения были то как мы то как у нас самолеты отменялись я я это все где-то рассказывал но сейчас вот все все вспоминаю то там много было нестыковок которые в итоге как-то срастились и случайно до всяких это да но я про то что вот с годами и с переездами такими начинаю понимать что ну нет такого страха точнее не подтверждается тот страх который был изначально что ты переедешь тебе там допустим никто не поможет или как часто байка кому-то там нужен например и нет такого что ты приезжаешь ты тут один и тебе никто не поможет нет такого всегда ты приезжаешь всегда все люди они все отзывчивые всегда готовы помочь в любой ситуации что у тебя там происходит там с деньгами с бюрократии с поиском квартиры там с чем угодно ну на улице бомжом ты не станешь это точно если ты совсем там я не знаю там что что может случиться такого чтобы ты там прям бомжевал тебя паспорт забрали всем в себя верить перестать должен это тяжело это даже надо постараться мне кажется что так сделать ну а так в целом все по я вот на мальту переехал я пожил первые две недели у супервайзера пока нашел квартиру он там кровать предоставил пожил нашел квартиру переехал потом семью позвал все приехали начали жить как-то зарплата была там две две тысячи сто кажется первый год на 2100 евро снимали квартиру за до снимали квартиру за 700 150 что ли потом у нас дочка родилась через через год или через полгода через год на эту зарплату капец как тяжело было жить но как-то просто надо понять что в любом случае переезжаем другую страну придется немножко пострадать не так сильно как все думают но чуть-чуть вот свои потребности надо немножко загасить и мы там где-то экономили ник там особо там не ездили никуда как-то жили-жили потом на второй год второй контракт уже повышаешь зарплату на третий год переходишь другую студию еще повышаешь зарплату еще больше еще больше или мы сняли уже другую квартиру следующий уже уже нормальную сняли большую там 2 bedroom с ванной там уже с отделкой качественную красивую со своим этим ярдом двориком маленьким уже уже кайфом начали жить уже ни в чем не отказывали можно сказать на третий год себе то есть потерпеть ну два-три года придется да но не так что ты там будешь я не знаю там на улице жить такого тоже нет ну да и всю жизнь страдать а полгода позади про про самое интересное давайте наконец-то к самому интересному сингапур вот как ты говорил где-то не где-то в разговоре ты говорил что ты увидел в орле и решки сингапур и подумал что у это вот страна мечты где хочется пожить так я у тебя в инстаграме увидел сингапур и понял что блин я хочу пожить когда-нибудь в стране где есть цивилизация типах буду раскрыл картинка сингапура блять 8 спасибо что ты нихуя не перебил меня прости пожалуйста очень красивые картинки но я тебя слушаю прости саш и можно ходить все время в шортах но типа условно ходить все время в шортах и говорю сейчас типа что это не какая-то знаешь не там таиланд где джунгли не вьетнам где только вот такой вот пляже и все такое а где развитый город и где хорошая погода вот и как будто бы это звучит достаточно привлекательно ну и по картинкам выглядит расскажи как это в жизни картинки охренеть какие красивые короче ожидания и реальность погода в общем-то жара она не всегда приятная в том плане что когда она стоит всегда такая вот влажная и жаркая это в какие-то моменты это естественно это индивидуально субъективно возможно кому-то нравится но я через несколько месяцев стал скучать по свежему воздуху по любому не то что сибирскому но по любому российскому свежему воздуху сухому вот этому с запахом зелени деревьев сильно стал скучать я смотрел инстаграм и своих коллег друзей которые в россии они уже ходят уже там в куртках в штанах я завидовал блин как бы сейчас было бы классно походить что на потому что у нас здесь кондер не выключается вообще 24 часа в сутки 7 дней в неделю один точно тут нет зимы там нет зимы то же самое вся погода вот для понимания кто кто не в курсе до 29 30 31 днем ровно весь год ровно вообще она меняется на 12 градусов иногда то есть и прикол в том что прожил здесь сколько мы уже без 7 месяцев мы начали блять чувствовать разницу в два градуса разница температуры реально это это маразм да да я выхожу если на улице 27 не 29 такой о прикол классно погода прохладненько такая а если 26 ну блин может рубашечку одеть настолько это начинает ощущаться а если дождь идет и вот такая такая 26 градусов то вообще прохладно и реально хочется что-нибудь может быть даже не кофту рубашку точно одеть из плюсов кстати плюсы они вот я сравниваю лето на мальте и здесь лето которое сейчас есть она тут хоть и круглый год на мальте лето это пиздец это раз в сто хуже и ужаснее лето проходило то есть он там же везде камень там зелени практически нету тренинда да ну влага она возможно такая же но фишка в том что там настолько сильно все нагревается вот этот вот камень везде там земли мало кусков земли мало деревьев мало дождей если за три месяца лета один раз дождь будет это тебе повезло ты прям кайф и это это жесть ты выходишь вот эти в 35-40 градусов жары на улицу днем вот этот везде асфальт он так раскаленный такой раскаленный что ты видишь и воздух плавится вот этот эффект как он там называется в пустыне он везде да он пишешь мое вот лето 2022 вот и ты но это жесть и когда нам говорили в сингапуре жала жара круглый год вы там не сможете находиться я знаю что но это не так будет ощущаться как на мальте хуже чем на мальте жары я пока не видел может это найти в этих в калифорниях то сан-франциско есть видосы где они жарят яичницу на капоте это на асфальте плюс-минус так когда краска слезает с машин на мальте каждая вторая машина со слежившейся краской каждая вторая практически прям видно еще соли там и песчаный бурит периодически это прям туман это желтый видишь видимость 10 метров окна все закрываешь не самое лучшее место для жизни вообще не сам летом тут приезжаешь дожди каждый день зелени просто до хренища и она настолько здесь яркая насыщенная вот вот как будто сатурэш в фотошопе вот в 200 процентов вот так вот повысили и ты ходишь глазами на смотришь ну как ну нереально она яркая какая-то это зелье особенно после мальты там на мать она прям желтая высохшаяся тут он супер просто взяли покрасили ее зеленым цветом и дожди каждый день из-за и вот получается из-за того что земли много кусков деревьев много и дождей нагревается воздух не так сильно поэтому в целом комфортно то есть может быть кому-то более-менее душно может показаться но если это сравнить с мальто это офигенно но конечно выходишь через 15 минут ты уже мокрый это норма мыться три раза в день минимум приходится каждый выход на улицу это где надо вернуться придется помыться не будешь потным дома сидеть кондер не выключается вообще то есть вот мы вот у нас вот там спальня а вот здесь вот здесь здесь гостиная вот мы нога в гостиной всегда там кондер работает спальню на чтобы на нас не дал там вот и до гостины до нас доходит принципе все закрываем и спим таким образом и соответственно тут у всех так во всех квартирах кондер работа всегда и здесь обязательный контракт и си сервис то есть кондиционеров каждые три месяца они приходят чистят то есть это прям даже в условии квартирного контракта у нас это сказано кондиционеры чистили должна мать такого не было там всем плевать там их не чистили что там изменится сейчас и посмотри что мне было английский на мальте английский охрененный был я кайфовал потому что это бывшая британская колония у них английский как 2 и основной язык и все говорят на ну таком с таким британским акцентом зачастую и это классно там я английский прокачал хорошо ну если ты не сидишь дома целыми днями и ходишь общаешься себя пушишь форсишь что-то там подкасты еще слушать фильмы смотреть и как-то учишь и стараешься с людьми общаться то он тебя вырастет сильно и быстро и я кайфовал я уже там по телефону разговаривал и там медицинские какие-то вещи там дочка заболела там я там жена то что ездили там все выясняли все обсуждали бюрократия без проблем здесь я приезжаю я этот момент вообще не учитывал я не знал об этом что тут так будет потому что все я пересмотрел куча блогеров куча плюсов минусов про сингапур до этого по ютубу все изучил был готов что тут есть и комары и вирус днк или как он называется довольно опасный от комаров то есть всякие такие нюансы про английский сука никто не сказал блять из блогера никто и первое что я обратил внимание я сажусь в такси из аэропорта когда мы сели нас везли в отель трансфером я попытался поговорить на веселее значит ты же когда приезжаешь новую страну так классно весело ты в энтузиазм у тебя зашкаливает со всеми общаешься когда он рот открыл я ни хера не понял чем не сказал вообще может быть одно слово из всех что он сказал может быть понял потому что они говорят с таким сильным китайским акцентом им настолько насрать на свой акцент что-то но это невозможно я до сих пор и тебя понимают тоже не всегда в том-то и проблема так а подожди а в городе в целом там все на английском или на каком языке ну типа вывески вот это все ну да 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 английский тут он практически везде он тут есть но проблема в том что в каких-то магазинах заведениях больницах сервисах там работают я не знаю сейчас в процентном соотношении попробую может быть процентов создается ощущение что процентов 60 может быть всех людей здесь плохо говорят на английском вот как-то вот я там в парикмахерскую придешь в больницу придешь но особенно я уже даже не говорю в это traditional chinese medicine вот есть которые там акупунтура массажа там я как-то зашел туда не там с шеей проблемы были думал сейчас что-нибудь мне тут помогут китайская традиционно медицина так пожалел здесь я у меня я уже на ресепшене там понятно девчонка не на ресепшене она там со своим кривым английским и там еле-еле на пальцы друг друга поняли что я хочу ну думаю ну окей но это ресепшен ну врач то должен говорить на английском хрен с врачом сели в комнатку то же самое я сидел с переводчиком объяснял в чем у меня проблема да это жесть вообще короче и все таксисты практически все таксисты с таким синглиша английский с китайским акцентом это ну как сказать это очень быстро они говорят с такими не знаю ну как будто он на китайском и говорит но но английские слова короче дни хрена не понятно были даже два момента когда мы вызываем такси ну где-то мы-то в парке гуляем далеко от дома он приезжает не туда где точку поставил а я еще не знал как тут работы тут всегда надо определенные там точки ставят они как какие-то есть тут везде парковки везде подъезды есть ко всем торговым центром ко всем паркам тут так они на дороге не встают никогда вообще нельзя им штрафы дикие это не как мы там в россии там вызвал а давай вот вот здесь да вот здесь он приехал все ни хрена им так нельзя я не знал в армении такси может остановиться просто где угодно вообще вот любое место это укажешь он там останавливать да 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 вторая комната слева и короче звонит мне пытается объяснить где он находится я пытаюсь объяснить где я нахожусь по телефону мы нихрена друг друга не понимаем это длится минут 15 затем он просто бросает трубку отменяет заказ так было два раза вот тут примерно такие у меня просто ну я расстроился для меня потому что английский это все-таки один из основных показателей страны куда переехать я вы хотел прокачивать мне он как язык нравится хочется как-то импровить этот скилл и я расстроился что тут его по ходу так сильно не подниму ну по крайней мере на улице но потом на работе на работе все с этим у кей оказалось не супервайзер мой он из лондона вторую а лид его лучший друг он из америки хотя сам азиатской внешности это забавно в целом все разговаривают на хорошем до понятном английском языке это это круто но на работу видим их мы ходим раз в неделю по пятнице остальное все удаленно да но при этом у нас по 5-6 митингов в день это еще один такой нюанс айлэма я там тоже на самом канале упоминал а у них даже шутка ходит в студии айлэма расшифровывается как айла в митинг потому что это до маразма это до маразма доходит бывает по 8 по 10 митингов в день ты просто не успеваешь работать тупо ты ничего за день не сделал потому что была куча митингов тебе нужно быть на всех ну не всегда есть такие которые общие общие там 300 человек на такие я скажу ребят можно я поработаю сегодня на такие они хожу и зачастую ты конечно можешь включить его на фоне и вроде как работать но там есть такие супервайзерами это ты лизы там раунды они один утром один днем вот они обязательны там два-три их обязательно всегда них нужно присутствовать на них нужно показать что ты сделал что ты планируешь делать обсудить расшарить экран либо поближе рендеров сделать перед этим успеть чтобы супервайзер у себя открыл уже в шутгриде и просмотрел или в этом варвит плеере это помогает дисциплинировать очень очень сильно я даже эту систему перевел на наш проект но его конечно контролировать надо поэтому у нас там в этом не совсем он зашла эта система то что у нас уже сотрудников в нашем и нефти проекте там 30 35 сотрудников уже там на нанимали 4 партнера там проект развился до 3 игры мы там пытаемся создать в общем попытаемся как-то включать свои организации организационные способности и контролировать 35 человек хотя до этого никогда в жизни не делали хороший пример ты можешь посмотреть на организацию айлэм и какие-то рабочие штуки перенести это прикольно но я пытаюсь пытаюсь но это видишь это надо потом за этим следить вот я внес в наш допустим проект такую систему такой pipeline что давайте каждый день митинги и давайте там дейлизы показывать шарить экран было было все то же самое это первую неделю работал а потом что-то как-то начали хер забивать на это все а вайлами ты хер не забьешь там потому что это уже все это уже в системе давно внедрено и супервайзеры лиды за этим всем следят постоянно и это это мандатуре это необходимо для всех обязательно ну вот в целом про сингапур цены цены на еду не давать цены на квартиры соответствует уровню зарплаты но вот типа в лэме давай если мы про л.м. говорим там или это какая-то больше не вайлами хорошие зарплаты зарплаты вайлами мы живем ни в чем себе не отказывая здесь даже несмотря на то что 30 процентов на жилье уходит 50 до несмотря на то что у меня есть как бы доход с нашего проекта я оттуда вообще нисколько не трачу я боялся что я буду с этого с нашего проекта брать какие-то суммы тратить нет спокойно живу здесь на зарплату и нет такого что она там в конце месяца надо прям впритык или закончилась или там это пытаемся там как-то экономить вообще нет все покупаешь там кучу всякого дерьма с амазона по на заказу в рестораны ходим куда-то ездим что-то делал на такси часто ездим то есть как-то вполне а так цены квартиры в целом мы за квартиру платим четыре восемьсот сингапурских долларов да он 40 рублей но это 200 тысяч варил получается примерно это ту ту бедрум или как да это два бедрумная с гостиной 96 что ли квадратных метров третий этаж но цена в принципе она но она она все равно в целом по всему сингапуру она конечно завышена и мы еще снимаем в кондо то есть кондо у нас четыре тавра по 20 этажей нас территория большая фасилити там три бассейна джакузи качалка все это бесплатно у нас 10 как этих беседок барбекю которую мы зовем чуть ли не каждую неделю разных ребят коллег друзей русско-англоговорящих и сидим едим барбекю и все такое ну да это это же ты плачешь за инфраструктуру вот это все и 5 минут до у нас до моря то есть это уже жена настоялась мы дома я я я не хотел конечно я не фанат моря песка солнце я прям такой все равно что тебе больше нравится наоборот жить поэтому ты переехал в самую солнечную страну близко к морю да и да не а в этом и прикол что сингапур то меня привлек не жарой погода а именно инфраструктурой то есть я в орле и решка видел там вот блин город трехтысячного года все такое современное тут вообще технологии же должны зашкаливать да да это есть это есть что порвала в целом в целом да все это все это есть все современные все магазины все бренды на прям в центре у нас есть этот марина бэй центр тут находятся скопления практически всего вообще всего всего на штаба и apple здания и есть торговый центр этот самый мажорский как он там марина что-то там называется в нем ну все вот эти бутики все самые дорогие а кто там дочь и кабаны я не знаю я не разбираюсь вот это у меня жена вот она вам сейчас целый список этих брендов назовет это там поленциана как как это называется да да блин с этими с непонятными с пакетами мусорными пакетами за 1000 долларов это же зимняя коллекция новая в целом да тут очень круто тут все есть практически тут 3к а тут есть торговый центр с которого у меня до сих пор мне просто отвал башки случился когда туда приехал торговый центр в пять этажей весь напичкан технологиями компьютерными комплектующими блин техникой различной не знаю что еще там мониторы колонки камеры каноны зениты причем и брендовые и китайские все в перемешку там на всех этажах и ты просто если ты что-то супер редко и хочешь прям вот прям супер редко и сегодня не обязательно даже с амазона заказывать там все есть вот в этом здании все есть мне надо было купить я давно мечтал об этом монитор samsung одессе самый здоровый широкий 49 дюймов или он то у меня стоит и я хотел его быстрее быстрее вот прям вот купить уже и блин с амазона ты там неделю-две ждать не хотелось я узнал мне коллеги посоветовали я поехал туда и он там оказался там в коробках каких-то все вот склады у так как-то все заставлено мне там продавщица подвела на четвертый этаж все прошел от эти этажи причем там есть официальный samsung мазин даже в нем его не было был выставочный образец но на складе его не было не не то посоветовал продавец кирпиде вот сходим туда там какие-то склады китайские там что-то у них спроси иду туда там действительно все так вот наставлено ставлено и не сказал а вот вот эта коробочка вот он там коробка выше меня ростом такая это вот ваш монитор я такой суд ну да мой давайте я что-то такое искал в стамбуле этой весной не нашел мне нужны был и срочный микрофон веб к я я выбрал то что более-менее мне нравится и наверное просто из-за того что еще в городе плохо разобрался просто для меня было огромной проблемой что я несколько дней не мог найти нормальный вот вот такой вот торговик но это же стамбул здесь должно быть все но я не нашел я даже ходил по каким-то магазинам техники спрашивал типа ребята где у вас вот какой-нибудь прям гипермаркет чтобы вот все прям компьютерно взять мне там что-то советовали там тоже какая-то фигня была и там день на третий на 4 я сдался и взял что-то первое попавшееся так что я прям завидовался твоему рассказа очень круто но есть нюанс то есть вот есть вот это здание ты туда приезжаешь все там смотришь выбираешь но почему-то у них проблема с сайтами то есть онлайн заказы это какая-то странная проблема для них то есть магазин в котором ты можешь выбрать эту технику онлайн нету это стран может это мы привыкли к яндекс маркету что ты выбрал нажал купить и сразу отслеживаешь где курьер уже бежит к тебе не то что даже яндекс но у нас есть днс который тоже онлайн и ты можешь посмотреть найти товар видеокарту мониторы мышки не знаю что угодно посмотреть а вот это там есть в наличии в таких-то магазинах там прям список поехал туда и купил позвонил уточнил если в наличии тут сколько и не пытался облазить разные сайты чтобы найти там не знаю там что-то компьютер свой собирал там видеокарту или еще что-то бесполезно вот именно по компьютерным комплектующим счета какая-то проблема с сайтами музыкальный сайт я нашел есть этом звуковуху взял по компьютеру есть у страйт не ролан фокус кстати я хотел его но у него там другие нюансы у них я же хотел объединить два компа в один чтобы не перетыкать шнуры как по 15 раз в день и хотел два компа соедините в какой-то один вот такой девайсик и чтобы в наушниках спикерах одновременно звук был короче это недельная эпопея я по ней тоже на канале все рассказал я сменил 4 девайса в одном и том же магазине они меня знают наверно как самого занудного покупателя вообще во всей истории их магазина короче как-то так надо было больше независимых ходов и выходов 2 2 инпута 2 аутпута все я хотел чтобы это все работало одновременно как-то миксу и переключая и при этом чтобы это не было завязано на работе одного компьютера потому что они все в разное время включены выключены был совет от разных ребят которые профессионально этим занимаются диджеи взять микшер но я попробовал я столкнулся с другими проблемами оказывается так как это сигнал идет из digital в аналоговой ты столько шумов ловишь скрипы шуми писки какие-то хер пойми просто я с этим намучился я я не знал как от этого избавиться там какие-то нужно было анбаланс баланс какие-то кабеля там какое-то заземление что-то еще можно не просто перекос фичер маленький вот такого вот как юсти вот у меня стоит кнопку нажал один ком коп нажал другой комп работает что сложного там мини джек воткнул и то же самое было бы геморрой ну в общем с роландом все все нормально проблемы все решил я счастлив с ним по поводу сайтов у них есть сайты там вроде несколько по сборке компьютер то есть самих комплектующих они там как-то не особо продают а вот собрать ком да это окей я там нашел хорош сайт афтершок из вот заказала не собрали охрененный комп я свой тот на мальчик я его отдал вашему брату жены у меня охвастаться комплектации суши сейчас с выходом 40 серии видюхи он у меня уже не такой же крутой что там тебя 30 90 ти не я не я не стал кстати брать я чуть посравнил цена качество 38 ти все-таки такой более сбалансированный в этом плане 30 90 не сильно по скорости отличается от 38 ти а по цене там в полтора что ли разумно поэтому решил 38 взять и этот новый intel как они-то серии 12700 или 12 9 900 который без видео чипа разда выбирал недавно и да помню такие у меня до этого md был md показали себя в процессорах с недавних времен очень хорошо и цена низкая качество на уровне intel of и как бы я взял и проработал на нем три что ли года четыре а потом вот буквально вот то ли в этом году то ли в прошлом intel такие хоба ну окей хотите пожалуйста мы убираем видео чип с процессора и цена становится супер низкой за офигенное качество из-за скорость все класс они вернулись на рынок intel и считай и я взял их то же все равно один процессор на задачи до однопроцессорные задачи у intel они все равно такие пошустрее будут работать а в винте мало программ которые работают многоядерными задачами так что а мд себя проявляет проявляет только вот ну там френдеры где действительно многоядерность используется а мд да там выстреливать без проблем мне интересно послушать мы ушли от темы квартиры у тебя там какой-то очень интересный пункт был про то что выселить тебя хотели а и что-то что-то про ремонт я не понял про что это что это за история да тут много интересных моментов есть которые даже в отличие от других стран европы например но но они не похожи такие то есть мы снимали на мальте квартиру там не в контракте не в условиях ничего такого не было как здесь во первых мы приехали здесь дичайший спрос на квартиры был я нигде такого не видел я был шокирован что я прихожу смотреть квартиру и за мной сразу же выстраиваться очередь чуть ли не из пяти летом 7 человек а потом через пять минут выхожу их уже 15 настолько потом я пообщался с разными агентами уже более-менее с какими-то скаррифанились они говорят в день 50 просмотров на квартиры помимо этого я не знаю при этом цены ебейшие какие-то средняя зарплата здесь что-то 4 700 квартиры начинается тут есть три вида жилья это hdb это государственные ну наши хрущевки можно сказать кондо это вот как раз от частных компаний нормальные жилища с фасилити со своим и просто просто домики забыл как как там там называется land чего-то там частные дома такие двухэтажные одноэтажные и в кондо ну в кондо цены начинаются от наверно трех с половиной тысяч в hdb ну там за тысячу можно эти полторы две но маленькие ужасные с тараканами такие бабушкины варианты и почти все с решетками на окнах неважно какой этаж это тоже странно ну и дома там какие-то там шестидесятых годов там за такие хрущевки про контракт как тут устроен то есть ты когда снимаешь квартиру первый месяц тебе дается найти все дефекты квартиры и сообщить об этом лендлорду и агенту в том числе и он то свой счет должен это все пофиксить потому что после этого месяца все остальное ты почти можно сказать за свой счет все чинишь это уже твои проблемы которые если превышает на 200 долларов это починка то свыше 200 долларов уже лендлорд оплачивать до 200 долларов все сам а помимо этого помимо этого тут странная штука что ты никогда не видишь лендлорда вообще ты общаешься через его агента имея своего агента то есть у тебя свой агент должен быть и у лендлорда свой агент и вот эти два агента они между собой только общаются вот такая тут логика в редких случаях конечно на напрямую с лендлордом это в супер редко ты повезло если лендлорд такой адекватный нормальный нам не повезло так как я еще нашел квартиру сам через сайты местные соответственно у нас нет агента я сам квартиру нашел и там не платил никакие суммы не 50 процентов никому и так как у нас нет агента мы общаемся через агента лендлорда соответственно ей она не защищает наши права не отстаивает ей просто насрать вообще все что мы просим абсолютно она агент от лендлорда и все игнорится абсолютно все я и что-то пишу она она прочитает и не отвечает даже в этом через неделю чуть напишет недавно был момент буквально несколько недель назад она пишет что лендлорд приезжает у нас контракт на два года кстати здесь все меряется по два года контракт квартиры на два года контракт компании на два года все на два года почему-то вот вот тут так на год ты ничего не найдешь и говорит лендлорд приезжает в страну и просит об early termination типа об раннем терминации контракта углу я запаниковал начал смотреть если такой пункт в контракте и что-то искать какие-то такие секции моменты ничего не нашел пообщался с знакомыми агентами сказали если в контракте этого нет то все окей не парься можешь просто отказать я написал нет спасибо нам тут все нравится она сказала он там пообщать с ландролдером через неделю пишет говорит лендлорд собирается продавать квартиру и удобно ли в эту субботу придут ее смотреть я у меня снова паника как типа могут продать квартиру что-то для нас значит типа выселяться или так и и что это вообще как это опять давай шестить контракт знакомых агентов оказывается опять таки ничего страшного они просто продают вместе с нами вместе с нашим контрактом и все у нас остается то же самое но дальше еще один момент можно договориться с ландлордом об некой как это компенсации что типа мы можем съехать если вы оплатите там допустим разницу сейчас в стоимости сейчас цены опять поднялись уже наша квартира вот допустим условно 5 там 4 800 она же уже стоит 6 и уже без мебели настолько тут быстро растет растут цены на квартиры и допустим вот нам осталось 18 месяцев из двух годов двух лет разница вот это по тысячи там это 18 плюс возвращать депозит плюс возвращать третий месяц который мы оплатили и плавала там ну там 30 40 тысяч компенсации мы съедем можно принципе вот так договориться но нам даже на эту сумму не хочется просто вообще это все собирать я тут у я тут такую это за бабаха у меня тут стол это все запаковать я хейрею за любые бабки мне это неохота делать этот момент настал когда агенша приехала осмотреть квартиру с потенциальными покупателями ходили-ходили смотрели тут со мной и вот он такая какой-то вам подход ко мне а что вы думаете насчет компенсации если там вот сколько чтобы вы съехали там что-то такое я говорю понимаете а нам тут так все нравится поэтому это будет очень много очень большая сумма очень очень большая сумма это прям так сказала ну вы подумайте да там примерную цифру там назовите можно судить не это это очень большая сумма очень не очистить и сходить в элот сказал а тебя не могут обвинить том что сумма неоправданно большая в качестве компенсации нет валя не все супер как от тебя зависит конечно но это же будет это уже договоренности будут общей как бы между собой чтобы нас отсюда как-то выселить потому что по контракту нету ни единого пункта что они нас могут в принципе выселить раньше раньше контракта через два года да в целом все окей но попаниковали знатно мы недельку-две это конечно только приехали только вроде освоились и переезжать что что еще посмотрели пять квартир но а еще вот момент забавный у них тут цены на аренду жилья она как бы в виде аукциона то есть то что ты рассказываешь как будто уже не так все прекрасно тут торгуешься там ну тут много нюансов тут очень блин тут на бабки разводят много где в этом плане надо иметь ввиду не знаю быть внимательным что ли и им пофигу будет у них спрос настолько гигантский что ты не скажешь типа да я сниму вашу вот они там ставят там цену 5000 а ты говоришь там 3500 и все идите уже пони скажет ну ну иди в жопу а нам тут 5 500 предложат и все не вопрос спрос большой и мы когда такие одну из квартир предыдущих когда мы смотрели объездили одну видели ноги вроде неплохо давай там ее может быть даже с это это так было называем сумм говорим да окей мы ее берем вот написано на сайте у них там 4800 агенция такая пишет как же она так написала типа хорошо мы посмотрим лендлорд еще посмотрит другие ставки что-то вот такое вот если вашу перебьют по вот эту сумму или или она кажется спросила потом они она задала просто сколько вы можете предложить за эту квартиру что такое я читаю это я понять не могу о чем речь вообще нова сумма же написано в смысле сколько придает зачем и тут вот потом оказалось что цены то они еще перебивают друг с другом потому вот эти все аренда кто 50 человек в течение дня приходит да и допустим конкуренция там пять человек из них хотят ее снять и все кто больше скажет все тот и снимает охренеть ну и с машинами нюанс небольшой есть ты купил там машину нет тут не знаю каким надо быть богатым олигарх нюанс до чтобы купить здесь машину я не вожу тем более у меня жена вот цена на квартиры здесь ой на квартиры на машины ну я не знаю на пять в десять раз больше чем вообще по миру это почему это складывается за счет того что у них есть лицензия на имение автомобиля которая по цене может сколько она у них там то ли 50 тысяч долларов то ли 100 тысяч долларов это какие-то сумасшедшие суммы сама машина столько же стоит вместе с налогом и это все дается на десять лет и все потом заново покупаешь регистрируешь снова на 10 лет и так далее но у вас хороший общественный транспорт там взамен но он хороший тут метро почти вообще везде тут веток метро и не за сколько 20 штук по моим ощущениям она гигантская автобусы везде ходят каждый там 5-10 минут в принципе не было такого что мы там полчаса стояли на остановке единственно возле нас метро нету до ближайшего эти 20 минут потому что мы прям далеко то есть от центра острова мы прям далеко оказались хотя как далеко у нас то есть мы рядом находимся с центром как бы таким где все центром развлечения до центром города вот этот вот он просто он немножко сбоку а вот и центр острова он конечно далеко от этого места но у нас тут парк рядом в 16 километров длиной мы сразу же взяли велики здесь бы уж накупили и нам 20 минут на великах прям вот до вот этого центра где вот все тусовки это марина бэй там вот эти центры и так далее все самые красочное происходит именно там 20 минут туда ездим раз в недельку там коктейльчики берем обратно по и прикол в том что для великов тут вообще все обустроено то есть в период пандемии как мне рассказали тут начался какой-то всплеск велосипедов очень сильный потому что изначально до пандемии может быть было парочку магазинов велосипедных началась пандемия видимо там какое-то время все посидели дома и решили про после этого когда вышли из дома начали кататься на велосипедах очень усиленно и просто раскупили все велики во всех магазинах там их было два-три магазины быстро по открывались новые их тут сейчас до хрена на каждом шагу магазина фили аренда велосипедов тоже на до хрена просто вот идешь здесь аренда здесь аренда здесь аренда прям такими по 100 великов вот так стоял и также велики вот которые знаете которые ты арендуешь на улице и ставишь в другом месте вот эти парковочные их тоже до хрена час ты идешь вот вот сто великов вот сто велик просто так припаркованных там от разных брендов берешь там сканируешь поехал развивается коннектор и вот эти вот дорожки велосипедные они практически везде вокруг всего острова можно объехать весь остров по этим коннектором велосипедным они довольно широкие в некоторых местах прям такие двухсторонние идут дорожки по ним люди не ходят то есть рядом пешеходная дорожка рядом велосипедная такая жирная класс ровно и по ней вот мы едем все сколько там 16 километров до центра но это криво сколько тебе времени уходит вот по пятницам добираться до офиса час на автобусе сажусь до час и причем на метро также самое странно вот почему-то метро здесь нифига не быстро одинаково расстояние на метро час и на автобусе сейчас примерно так же выходит я просто привык у нас в россии даже в том же новосибирске хотя у там мало станции метро там 10 штук но она быстро всегда быстрее да то есть ты сел ты там не за 10 минут доехал когда ты на автобусе там уж там полчаса там 40 минут лет так раз на метро там 10 минут и все тут то же самое время получается правда но она здесь и подземная и надземная тут метро такой чистое красивая я скучаю по хорошему общественному транспорту есть смешные штрафы тут я думаю многие слышали про штрафы в сингапуре я читал про жевачку штраф самый странный жевачки здесь нигде не продаются ты их нигде не купишь жевать их нельзя нельзя если увидеть возить не знаю ну наверное если спалят что еще ну курить на улице нельзя причем палят тебя не так что полиции здесь не видно она не входит в формах и и вообще нету я не знаю мне кажется ни разу не видел за эти полгода она тут вся в гражданском и вот у нас знакомая русская была курила на улице с кем-то общалась до курила сигарету и рядом стоял мужик все это время просто левый мужик ждал пока она до курит сигарету потом к ней подходит представляется полицейским показывает там что там документы выписывает ей штраф на 300 долларов за курение в неположенном месте и все как-то так наверное для курящих людей это больно я еще видел и не помню кто-то из знакомых сингапуре тоже сейчас но он курит и типа на время пока на сингапуре он бросил курить потому что сигареты стоят каких-то безумных денег типа там что-то тысячи рублей за но если в рублях за пальчику то есть вейп тут тоже кстати запрещен мы когда с киром год назад летали в нью-йорк я сначала думал шутку говорит что взял с собой блок сигарет но оказалось он и вправду взял с собой блок сигарет из россии чтобы тут не покупать потому что здесь сигареты очень дорогие да мне кажется они везде дорогие и в россии то цены подняли на сигарет тоже не особо то дешевые уже давно как тут а тут ты подавно тут они еще дороже совсем не в курсе что там происходит в мире курение ну меня просто не знаю меня друзья друзья да у меня курят некоторые мы помню в россии даже подходили киоски и я даже видел что цены нормально так прилично поднимали за год за два очень быстро цены росли ну да там что-то типа 200 сейчас наверное рублей стоит пачка и вообще и на мальте даже цены подняли настолько что сигареты ну почти никто не курит тут мои коллеги на мальте половина из них курящие они покупали вот эти которые крутить надо сигареты это дешевле выходило то есть вот эти сами бумажки с которых крутить табак отдельно брали и сидели вот так вот там каждый сколько там по 10 раз в день вот эту херню а чё делать так дешевле кто-то купил выращивать еще маленького машинку есть смешные штрафы типа сладкую воду нельзя в метро пить а голым как это дома голым ходить нельзя тоже штраф получишь потому что тебя кто-то увидеть может из окна да да я из-за этого не хотел в сингапур ехать пока колом нельзя у меня голый четверг как же а сладкая газировка что за прикол я не знаю ну мне кажется потому что если ты прольешь будет липкий пол там да потом грязь развезешь не знаю может быть из-за этого но город сам по себе судя по всему чистый да да вполне чистый конечно есть районы если ты поедешь тут видите а есть это сколько тут национальности точно индусы то есть треть всего сингапура это индусы треть китайцы и треть вот там индонезийцы малазийцы то есть вот вот эта совокупность и соответственно такая же смесь всех этих языков русских кстати мало вообще мало я хотел спросить про русской комьюнити как по сравнению даже с той же мальты очень мало даже сравнить по фейсбуку есть тут у russian facebook комьюнити тут 2 с половиной тысячи на мальте она 7000 например при том что на мальте население 400 тысяч человек здесь 6 миллионов то есть настолько это в разница видна в компании в лм когда я приехал сколько там какое соотношение у нас кстати много там сингапурцы малазийцы азиаты там довольно много тоже просто самих по себе сингапурцев их как таковых нету кто такие сингапурцы это это малазийцы индонезийцы филиппинцы вот это индусы хрен его знает и получается русских тут пол а лм в сингапуре это 300 человек примерно из них но в начале было я еще один чувак два русских во всей компании здесь сейчас вроде еще там еще двое появились то две девчонки что еще а это что здесь находится получается три или четыре национальности как бы основные соответственно сингапур вот это очень странно да что у сингапура она же отдельное государство отдельная страна отдельный город сам по себе и город и страна что как бы прям вот таких вот коренных сингапурсов их нету понятно что есть люди которые здесь рождены там вот они как будто бы сингапурцы но все равно у них там родители там где-то китайцы там еще кто-то малазийцы и сингапурского языка тоже нету как такового потому что есть там китайский там японский корейский все равно это разделение а страна то это другая отдельно и тут я понял что мне надо посмотреть видишь про сингапур как он появился там мы история давать глупые вопросы уникальная история у них как они возникли конечно я сам не вдавался пока подробность просто что она тоже как и дубай за какие-то там в короткий промежуток очень быстро разрослись до такого состояния как твоя жажда переездов она полностью удовлетворена где ты видишь себя лет через пять ты хочешь еще куда-то переехать перспективе или ты нашел вот место где хочешь состариться и закопаться потом сложный вопрос изначально до этого я себя видел где-то в европе мне нравятся страны европа в плане климата в плане путешествий например между странами на машину сел такой через два часа через час и в другой стране и как-то там можно и состариться уютно кайфово классно в риге был в латвии мне сильно зацепила атмосфера риги понятно что там нет ни технологий то есть не не для сейчас а вот для какого-то пожилого возраста рига офигенная была бы например а для сейчас но если бы ты был не русским и это тоже вот и после вот этих событий сейчас которые происходят европа уже конечно пока что не очень может быть со временем все там вернется на место но сейчас да и сейчас я у меня как таковых супер планов нету пока хочу пожить здесь два года и посмотреть как что какую сторону жизнь меня подбросит опять потому что здесь вайлами настолько все комфортно что скорее всего возможно я в айлэм перепрыгну в геймдев у них есть свой геймдев разрабатывается у меня много игр сделать то что давно планировал про геймдев и например в австралии в их офис переместиться там же там пожить какое-то время но это так на стадии идеи только один период закончился недавно у них очень кстати грамотно я в шоке был как у них проходит метание вот между позициями то есть ты хочешь в другое дело попробоваться без проблем тебя просто туда перекидывать проекта на проект в какой-то вот в геймдев я предложил своему менеджеру и charles продюсеру кто там все подряд хочу попробовать там у них unity сказала я спросил как это происходит надо контракт менять переподписывать менять позицию другая зарплата крыт нет нифига ничего не надо просто тебя как бы тот отдел тебя в долг берет на несколько месяцев или на шесть месяцев это может быть работаешь смотришь наверно не нравится и решаешь там остаешься ты там или возвращаешься в киноотдел обратно все супер удобно если остаешься там решаешь то тогда уже меняется контракт перманентный какой-то делается зарплату там рассматривать позицию меня а так можешь просто прыгать так смотреть искать экспериментировать а между ставками внутри айлэм геймдев на и ставки больше чем в фиксные киношные или или более-менее сбалансировано вот это я не знаю всем спасибо что позвали спасибо большое что забежал надеемся мы не слишком резко завершаем но но по-моему по-моему истории были очень длинные мы можем мы можем поговорить еще раз просто чтобы вариант но потом когда-нибудь да следующий я не против зовите ребят я только за круто спасибо тебе большое было пока до скорого пока 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 пока